Приветствую все зрители моего канала и сегодня у нас будет второй отчет по проекту Кот, разрывающий бумагу. Предыдущий отчет у нас был за три дня вышивки, сегодня у нас уже семь дней вышивки, сегодня седьмой день, как я вышиваю данную работу. Давайте покажу вам, как выглядело мое продвижение в прошлый раз, когда вы его видели. И вот таким образом выглядит мое продвижение сейчас. Как можно заметить, у меня появилась, ну не у меня, на картине появилась лапа кота. Что я вам могу сказать, за те, считайте, еще четыре дня, что я вышивала, я вышила достаточно большой кусок. Очень легко идет работа, несмотря на то, что она вроде бы как для меня в новинку и без разметки, и на равномерке, но работа идет очень легко, очень быстро. И в общем и целом я вышила фактически половину работы. Я думаю, что сейчас я еще посижу немножко сегодня, дошью вот тут вот эти вот участки, пропуски. У меня сейчас главная проблема, я переместилась на свой, как он у нас назывался, диванный самодельный станок для вышивки. Мы переехали таки на дачу, я на этот станок переместилась. И сейчас у меня происходит все таким образом, что мне нужно, мне удобно вышивать где-то на вот таком вот пространстве. То есть вот на, в самом низу, короче говоря. Наверх тянуться очень неудобно, потому что я сижу под станком, и руки, ну короче говоря, неудобны в том положении, в котором я сижу. Поэтому сейчас, несмотря на то, что здесь у меня еще, видите, какой кусок ткани не закручен, мне нужно ткань перетянуть. Я думаю, что сейчас я ее даже передвину. Сейчас, видите, вот у меня здесь, где оно? Вот, видите, дырочка еще одна, а у меня вот аж куда, то есть я думаю, что я ее сейчас передвину. Так что в следующий раз я сделала уже фотографии вот этого всего дела, чтобы в следующий раз вам показывать. Но думаю, что я это все закручу. Короче говоря, посмотрим. Не так много дней работы у меня осталось над данным проектом. Но сейчас в ближайшие дня два точно я не буду над ним работать. Сегодня у меня понедельник, 22-ое, по-моему, число. Завтра у меня генеральная репетиция во вторник, в среду у меня концерт. Так что вторник-среда у меня выпадает, и только в четверг я снова вернусь к данной работе. Кстати, вы это видео, мне кажется, увидите позже, потому что мне нужна очередную серию о мирной картины будет вам. Показать перед этим отчетом. Так что то, что вы видите, очень сильно отстает. Я сегодня вот показывала вот тут вот, вышло видео с тем маленьким кусочком, а я уже снимаю следующее продвижение. Так что давайте я вам, может, поближе покажу, как все это выглядит. Вот такие вот, казалось бы, просто крестики, как это сказать, просто какая-то комбинация из цветных крестиков, которые в итоге, когда отдаляешь, являют собой когти кота. И что я вам могу сказать, за последние четыре дня я немножко легче себя стала чувствовать в том, чтобы отступать то, что я говорила в прошлом отчете, что я не могу какое-то количество крестиков отсчитать вот куда-то в сторону и вверх. Боюсь ошибиться, сейчас это уже происходит гораздо легче. И вообще работа стала, она у меня и так шла достаточно быстро, но стала она идти еще быстрее. И давайте я вам сейчас покажу это, как это все выглядит на схеме. А на схеме все это выглядит вот таким образом. Так что можно сказать, что если я сегодня еще повышеваю, то я вышила уже половину работы. Сейчас пойдет самое интересное, сейчас пойдет мордочка кота. Схема достаточно простая, не вызывает в работе никаких сложностей. Единственное, что вот этот перекос, который вы сейчас прямо по центру видите. Ну и с ним я, в принципе, достаточно легко расправляюсь. Так что в следующем отчете я не знаю, в какую я сторону пойду, но какую-то часть мордочки кота вы уже точно увидите. А сейчас все. Спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!